Это сцепление не для семейного седана, а для гоночного автомобиля с двигателем мощностью 1800 лошадиных сил. Без этого мощного сцепления было бы невозможно перенести всю эту энергию на колеса, и болид не мог бы развивать такую высокую скорость. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зарезают его по периметру, чтобы задать ему верный профиль и уменьшить вес. Потом с помощью болта с алмазным наконечником выравнивается поверхность железного фрикционного диска. Это улучшит его контакт с другими деталями сцепления. Как правило, в сцеплении болида два-три таких диска. Диски сцепления будут двигаться вплотную с этой стальной вставкой, устанавливаемой на маховике. Мастер надевает на болты блокирующий элемент, а потом привинчивает ими вставку к маховику. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь мастер затягивает болты до точного крутящего момента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом, для лучшего контакта с диском сцепления, он с помощью точильного камня выравнивает поверхность стальной вставки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь делают титановые цилиндры, которые будут держать болты, установленные в маховике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Титан – прочный и легкий материал. Это очень важно, ведь сцепление передает огромное количество энергии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой цилиндр надевается на каждый болт. Затем на маховик ставятся опорные диски и пластина поплавок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь устанавливается предварительная высота держателей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем подготавливается пластина давления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алюминиевые наружные кольца поджимаются в отверстие на крышке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти кольца будут держать пружины, с помощью которых будет меняться давление в пакете муфты. Но сами пружины пока не вставляются. Сначала на крышке устанавливаются несколько рычагов. В каждый рычаг опускается по шарнирному пальцу. Они будут сжимать и разжимать пакет муфты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Винты пружин сцепления покрываются смазкой, а потом продеваются в алюминиевый чехол. После этого они вставляются в каждое кольцо. Потом туда ставится высокопрочная пружина. Теперь с внутренней стороны крышки устанавливается нажимная пластина. Когда водитель отпускает педаль сцепления, рычаги заставляют нажимное кольцо сжимать пакет муфты. В результате чего энергия передается с двигателя на трансмиссию. Теперь на болты держателя надевается нажимное кольцо и закрепляется гайками. Каждый держатель затягивается торцовым гаечным ключом, а потом проверяется их высота. Измеряются рычаги, чтобы все они были одинаковой длины. И производится необходимая подгонка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мастер поднимает рычаги, чтобы проверить сцепление. Нажимное кольцо реагирует так, как оно и должно реагировать. Создает нужное давление на муфту. И, наконец, стикер сертификации и упаковочная лента, чтобы при транспортировке ничто не повредилось. На треке сцепление будет проверяться перед каждым заездом. И если оно работает безотказно, победа гарантирована. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА